всем добрый день сегодняшнее видео я хотела бы посвятить уходу за кожей во время авиаперелетов мы давно обещали эту тему обрисовать вот наконец настало время этим заняться на самом деле от длительных перелетов конечно же кожа страдает больше всего и самые страдальцы конечно же это стюардессы которые для которых эти перелеты много коротких или длительные это их работа ежедневная к сожалению соответственно какие проблемы возникают именно во время авиаперелета да то есть фактически в салоне самолета там очень сухой воздух поэтому естественно кожа быстро теряет влагу то есть повышается транс эпидермальная потеря влаги кроме того естественно кожа пытается компенсировать этот процесс и начинает усиленно вырабатывать кожное сало то есть получается что кожа чувствует себя пересушенной но при этом выработка себума увеличивается до становится как бы более жирный может блеск появится кроме того естественно в такой в общем стрессовой для кожи для самого человека ситуации снижается немножечко местный иммунитет то есть очень часто бывает что после перелетов какая-то атака воспаление для кожи склонной к ним происходит и естественно нарушается микроциркуляция все-таки страдают капилляры страдает кровообращение не только в ногах что мы сидим на фактически малоподвижно какое-то определенное время но и собственно капилляры которые находятся на лице то есть какие-то выраженные явления если есть склонность куперозу если есть какие-то патологии сосудистые например азация то все это может после перелета обостриться как собственно себя максимально защитить от вот этих вот негативных воздействий летать то надо все равно поэтому что можно сделать до перелета во время перелета и после вот это мы сейчас с вами обсудим естественно до перелета нам нужно перейти вне зависимости от типа кожи на максимально щадящий уход то есть на щадящее очищение например вот очищающий гель можно использовать который не содержит агрессивных паф но все его прекрасно знаете что даже грудных младенцев можно мыть соответственно он не будет нарушать разрушать гидролепидный барьер не будет сильно воздействовать на нормальную микрофлору кожи что в свою очередь позволит сохранить на более-менее удобоваримом уровне наш местный кожный иммунитет обязательно после умывания нужно использовать тоник так как нам нужно повысить уровень увлажненности то мы можем если естественно индекс инсоляции большой понятно что после аха кислота тоникс аха кислотами я предлагаю да использовать то что он очень хорошо уровень увлажненности поднимает естественно требуется в дневное время защита от солнца если это осенне-зимний период происходит то ориентируемся на индекс инсоляции то что меньше трех в общем-то какой-то интенсивной защиты от солнца не требует если при этом вы не используете какой-то агрессивный уход spf-15 для зимы для осени spf-10 spf-15 вполне достаточно значит тоник обязателен вот дальше мы используем различные сыворотки которые содержат содержит активной формы гиалуроновой кислоты то есть ультра и низкомолекулярно это может быть 3d увлажнение которое все три вида гиалуроновой кислоты содержит плюс еще пептид который повышает уровень влажности кожи да то есть пептид дифопарин либо интенсив омоложение которое содержит два вида гиалуроновой кислоты это ультрамолекулярная самая маленькая молекула которая способна проникать через эпидермис и соответственно высокомолекулярная которая обеспечивает поверхностное увлажнение вот так же можно использовать сыворотки которые только гиалуроновую кислоту высокомолекулярную например содержит например стоп тайм 25 но помимо этого содержит антиоксиданты витамин c и гидролизованный коллагенный эластин таким образом мы будем как бы поддерживать и повышать гидрорезерв кожи то есть накапливать влагу как верблюд до пьет много много кто может долго идти по пустыне значит кроме того мы должны гиперкератоз естественно убирать то есть энзимная маска нам в помощь на в регулярный уход то есть один два раза в неделю соответственно такое глубокое очищение проводить можно использовать мягкие какие-нибудь нежные скрабы в том числе и на губы потому что губы очень страдают при перелетах вот но скоро со скрабами конечно не переусердствуйте потому что в общем то скрабы можно использовать достаточно редко и в основном для кожи до плотной грубой склонной уже гиперкератоза они тонкой и чувствительной в день полета нам желательно максимально кожу напитать увлажняющими средствами то есть это сыворотка это может быть чуть более питательный крем чем вы привыкли да то есть может быть питательный крем например даже если у вас комбинированная или жирная кожа и соответственно рекомендую отказаться перед перелетом от каких-то биби кремов там сиси и прочих тональных основ которые содержат все равно в составе определенные только подобные ингредиенты которые собственно будут кожу пересушивать поэтому лучше конечно без этого идти тем более если перелет длительный нам придется во время полета что-то с кожей делать дабы сохранить ее нормальный внешний вид поэтому тональной основой лучше оставить как говорится сдать в багаж что мы можем сделать во время перелета во время перелета мы естественно вряд ли будем что-то такое прям сверх естественным заниматься да хотя если перелет длительный можно использовать тканевые масочки можно использовать упакованные одноразовые да собственно можно использовать дополнительное нанесение сывороток и крема после очищения в салоне то есть можно взять лосьон очищающий в маленький флакончик перелить можно взять какой-нибудь тоник или блефоросалфетку и там после там 3-4 часов перелета например 8 часового 9 часового другой континент протереть кожу сначала очищающим лосьоном потом тоником или блефоросалфеткой и дальше нанести опять сыворотку с гиалуроновой кислотой как раз 3d очень хорошо подходит что маленький формат и нанести еще раз слой крема вот можно вот эти тканевые маски конечно делать кто не стесняется в бизнес-классе летит это на любителя и обязательно ухаживать за кожей губ обязательно бальзам для губ должен быть собой наиболее плотной текстуры и не забывать про руки и кутикулу очень хорошо для ухода за кутикулы подходит чистый ланолин то есть то что плотно или может быть крем-парафин какой-нибудь который будет прямо вот давать окклюзию естественно лицо не надо такие вещи класть а вот губы и кутикула они требуют такого собственно подхода окклюзионного крем для рук тоже желательно чтобы был собой когда мы прилетели у нас как правило кожа но немножечко тускловатое становится за счет того что сосуды среагировали усталый вид могут быть синяки под глазами то есть может быть как-то вот не очень хорошо выглядеть поэтому существует некоторые средства сос которые мы можем использовать сразу после перелета когда мы прилетели уже там гостиницу или куда мы естественно должны умыться протонизировать кожу и можем сделать интенсивное увлажнение при помощи маски аква удовольствия это тоже как со средства очень хорошо работающий препарат который содержит интенсивно увлажняющий глубоко увлажняющий комплекс на основе на основе глюкозы и ксилита и содержит комплекс экстрактов аналогичный тому что находится в нашей тяжелой артиллерии серии нео это арника плющ бузина постельница лекарственная мальва огурец то есть те ингредиенты которые будут хорошо активизировать капиллярное кровообращение будут собственно активизировать метаболические процессы в клетках кожи и она в результате просто будет иметь более свежий цвет и достаточно быстро поэтому мы наносим после очищения кожи толстым слоем то есть таким толстеньким где-то миллиметр полтора но у нас есть видео по каждому продукту там эти подробно показываю то есть гелевые маски вообще наносите толстым слоем достаточно тогда они эффективно работает и на 20 минут потом можем влажным полотенчиком до 1 разу снять это все протонизировать кожу и нанести либо свой привычный уход либо еще у нас есть такое соцсредство к такому соцсредство относится антикуперозный гель антикуперозный гель содержит все известные венотоники очень хорошо улучшает именно цвет лица за счет активизации капиллярного кровообращения то есть там троксирутин листья красного винограда конский каштан в виде экстрактов там находится витамин c там находится дмая как лифтинговый компонент и там находится никотиновая кислота то есть можно после маски например нанести этот гель и в принципе когда он впитался можно нанести макияж до какой тональной основы идти как говорится уже работать отдыхать соответственно вот это средство может быть как средство сос до после перелета также можно сделать патчи или просто использовать гель для кожи вокруг глаз который снимет отечность такая отечность пастозность она иногда характерна для людей склонных к этому после авиаперелетов то есть можно его использовать ну и соответственно мы используем далее крем увлажняющий спф до защиты или новинку нашу спф-50 если мы приехали в какой-то жаркий регион и соответственно таким образом восстанавливаем функции нашей кожи еще интересное средство которое можно в качестве тоника использовать как раз очень хорошо после перелетов но и вообще для кожи тоничный тусклый это лосьон концентрат него тоже который содержит экстракты все активные вазы активной в том числе и содержит 10 процентов липосомального дегидрокверцитина то есть тоже очень хорошо оживляет тон кожи очень хорошо восстанавливают ее функции помимо всего прочего еще два средства я хотела отметить который тоже относится к этой теме это гель увлажняющий плюс очень простое средство гелевая для кого не подходит крем например это как раз молодые совсем молоденькие чаще всего люди которым нужно увлажнение поверхностное но не нужно какие-то глубоко проникающие активные формы не нужно воздействовать на сосуды у них все хорошо кожа не проблемная вот этот гель увлажняющий плюс он тоже может быть как хорошее средство для такого вот ухода во время перелета например ну и дальше можно использовать потому что он содержит биосахаридную смолу как пребиотик то есть он активизирует нормальную микрофлору до поддерживает ее соответственно кожа у нас лучше защищается от агрессии внешней среды плюс содержит высокомолекулярную гиалуроновую кислоту которая кожу увлажняет снаружи и соколой веры который кожу успокаивает то есть еще можно вот это средство использовать ну и во время перелета кстати кто любит можно орошать себя не термальной водой который зачастую бывает подсушивает кожу а тоником с гидролизатом коллагена алоэ вера он тоже имеет мелкодисперсный спрей такой очень приятно орошает кожу то есть можно его так как это 100 миллилитровый флакончик у него меня минимальный формат его в салон пустят вот поэтому можно его тоже брать с собой ну некоторые при длительных перелетах еще конечно же берут там всякие средства которые не относятся косметики пенку например для очищения полости рта очень удобно да когда в туалете в салоне самолета чистить зубы не очень конечно хорошо хочется освежить до пенка очень удобно вот ну и соответственно какие-то еще свои такие вот уже лайфхаки использовать таким образом кожу мы должны до очень хорошо увлажнить напитать во время постараться сохранить этот уровень увлажненности кожи до не провоцировать выработку повышенного кожного сала и так далее на вызванную сухостью вот этого вот всего как бы все атмосферы плюс поддерживать сосуды наши до микроциркуляцию и после мы должны кожу реабилитировать до после вот этого агрессивного и стрессового воздействия тогда все будет хорошо даже если мы летаем каждый день и являемся стюартезы аминь аминь аминь